всем доброго дня привет у меня тут такие вот гости сен транс м8 в 2 устройство уже давно выпущенное давно обозретая обхваленная в общем оцененная от компании сен транс в общем попал он и ко мне в руки нежданно-негаданно кстати в общем такой видосик отзыв мой небольшой мое впечатление мое мнение о данном устройстве вот я за ним не гнался никогда не несмотря на то что я фанат так портей было ну и так портожди понятное дело малышей младших все-таки изделий м8 в 2 меня никогда особо не привлекал хотя из 4493 чип вроде бы там следующий вот не понимаю что как бы реализация это реализация все-таки они наличие кого-то чипа говорит о хорошем устройстве и сен транс просто ввиду своей цены и функционала я так подразумевал и ну в общем я такое мнение было заочное без практики прослушивания что 8 в 2 все-таки накрутили такого функционала который просто не нужен обычному потребителю но мне так казалось думаю но излишний функционал вот сделали 4 центранса в одном сделали там пятикратно или скольки там кратное увеличение стоимости вот и думаю но по звуку ничего там профита никакого не будет вот но я как бы и не ошибся я не ошибся в общем я расскажу сейчас как у меня все это сложилось случилось и чем это закончилось вот в общем все знаете что я занимаюсь предлагаю апгрейд портей был депортожди считаю их вообще такими как бы мастер устройствами для портатива незаменимыми и уникальными в своем роде особенно если мы говорим о депортожди потому что он такое вот устройство которое на ладони помещает не тоже на ладони помещается вот как помещается вот просто дает такой великолепный звук ну и по подаче по динамике по мощности по разрешению просто стоит просто немного приложить к нему руку и просто вот вопрос закрыть многим людям я не знаю зачем куда-то больше и и что лучше сыграть я думаю просто лучше найти на рынке будет не то что нереально сейчас наверное в будущем я не вижу альтернатив просто не вижу я даже сравнивать стационарами цапы которыми некоторые заходят всех кто следит за каналом знает что мне что у меня тут бывает вот именно брендовые то подключая сентранс на каком уровне он находится мне то что не сливает он уверенно переигрывает большинство моделей поэтому все еще устройство актуально несмотря на то что они уже не выпускаются и жаль очень-очень жаль вот ну и плюс вот этот уже устаревший микро юсб разъем который на кумарной действительно такой узкое место кабелей хороших так захотел особо и не купишь если что но и ваницкий у нас тут в украине выручает же не конечно мало молоча а такие кабели делает просто пушка вот ладно вот в общем как получилось все позвонил мне человек александр привет у меня есть центр здак портажки причем в двух экземплярах говорит я посмотрел твое видео где ты рассказал что там со стационарами сравнивал и говорит я сам покатался по магазинам посравнивал говорите сильно такой ультра портатив тягается на легке причем с такими нормальными устройствами вот как его можно улучшить я просто не знаю неужели можно еще что-то больше выше давай тебе на пробу вышлю один вот и и посмотрим что из этого получится ну конечно давай я сто процентов удивлю вот сто процентов тем более человек использует наушники focal утопия и одессе lcdx поэтому думаю там точно разницу уж услышит это сто процентов ну так оно и случилось в общем был доработан один экземпляр отправлен через пару дней сергей мне позвонил сказал блин все круто и лихо это великолепно я думал дальше некуда двигаться оказывается он еще может больше чем ожидалось вот и говорит давайте я вышлю второй доделаешь говорит и вышлю с центром 7 8 в 2 вот я говорю то блин если мне не знакомый как это платы видел на канале но на xbt я так понимаю саша синертеч эти все дела там делает разборка фотографии за что я конечно благодарен он много в чем не выручает ну очень интересно некоторые устройства посмотреть в разборе вот я там смотрел как бы по платам там полной разборки не было виду каких-то там проблем которые действительно здесь есть я потом столкнулся офигел вот я думаю блин то чудо я не вижу что же с ним делать как бы всей схемотехники не видать ну ладно ничего не обещаю высылайте вот короче приехал этот нрцм 8 в 2 а я спрашивающего ретерия в чем прикол говорю какое ваше мнение по данному устройству он говорит честно говоря некоторое время послушал его брал на полку и слушает так портожги потому что в стоке именно в стоке говорит так портожги звучит лучше чем м8 в 2 но для меня это не удивление то что там во всех там обзора где не почитаешь там очень классное устройство м8 в 2 там флагман линейки 1040 мака все вот это там но это все такое хотя хотя не буду там сильно таким умником тут слыть но я понимаю что устройство могут быть разные к тому же как бы звука не будет нигде правильного звука нужного звука не будет нигде но все равно устройство отличается то что вижу на разборке в одном ресурсе разбираю сам смотрю там совсем все по-другому я фотографии в группе у себя в телеграме выкладывал еще интересно так получилось а фотки бы в макросъемке подел выложил в группу просто написал м8 в 2 кто-то спросил а что это такое и кто-то пишет так это твикнутый но сани типа м8 в 2 я такой пацаны не 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 говорю это не твикнутый сани это стоковый вариант и все там такой на начался кипиш типа как как это стоковый что это за пайка короче что-то за колхоз что там за бутерброды друг на друге там резисторы стабилизаторы на напаяны там эти замкнутые ножки там на на чипе короче пайка такая паскудная с соплями как грубо говоря не грубо говоря так и есть на самом деле она так приходит с завода то есть ну как то так но все функционирует все работает все все нормально но просто вот как то вот такое ощущение что вышло устройство то ли оно полностью хендмейт вот то ли оно так вот вы вышло в свет и потом как-то еще в конце там а давай еще вот так вот доделаем и там как-то на коренке доработали ну в общем такое впечатление но не важно в смысле важно но и что имеют то имеем короче в общем по звуку действительно когда я получил это устройство я сравнил да не то что просто сравнил его просто включил послушал и думал блин сначала такое впечатление есть какой-то потенциал есть масштаб есть такой вниз в низких частотах какое-то дыхание такое вот прямо чувствуется видать думаю запас мощности видать этим обусловлено вот такое интересный почерк и пространство так прорисовано интересно но сами тембры но сама подача звука ну это кобздец но честно говоря это перекошенный звук настолько от звук паскудный от одно слово звук паскудный по-другому я не не скажу если снизу там до середины еще ничего все что вверх уходит это просто какая-то металлическая терка какой-то шероховатое как будто песок в уши тебе кидают но других вот других ассоциации нет все настолько неправильно как-то просто неправильно коротко сухо и вот так вот не звонко агрессивно а шелестляво агрессивно в общем фу голимый звук короче я не удивлен что человек его не слушал и в общем чем это все закончилось чем это все закончилось у меня тем что его разобрал посмотрел да тут такой сэндвич 2 2 платы между собой соединены как их разъединять я я не нашел я уже тянул блин там вроде бы все на этих на ползающих контактах но то ли она на такой притирки то ли она все пропаяно там но не представилась возможности не получилось меня разобрать я уже боялся там или дорожки лопнут в общем приходилось изворачиваться так конечно там та еще была кама сутра с этим но я так когда послушал его я понимаю что он там больше двадцатки стоит но так как он звучит я вообще не волновался то есть обычно у меня и всему есть когда трепет волнения хотя этих уже устройств штук 30 наверно переделал и каждый раз все равно какое-то волнение такой садишься как концентрация внимания такая максимальная вот ну вроде протоптанная дорожка почему-то так организм сильно реагирует себя на эту работу то в данном случае его просто так ну не то что варварски уверенными движениями все делал думаю так короче если либо оно должно звучать либо ну его нафиг вообще такое вот и в общем получилось на ночь глядя его там пропаял сделал собрал нет не стал слушать кстати тоже кабели питания укоротил в два раза потому что блин ну такая мощность это такие стыдные кабели на батарею ставят ну просто пипец ну и длинный в два раза длиннее чем нужно еще и ну стыдоба такая под по длине вот сюда вообще вы и в идеале конечно было каратыши серебро чистое поставить вот но так как бы это был пробный вариант думаю что получится вообще заиграет он или я его угроблю вот укоротил и коротил уже там потери уменьшил вот и на ночь не слушал думаете не заиграет потом сон потеря в общем 130 включил все запел все на месте в общем итог видео в чем что центра кто имеет кто разочарованный я не удивлен что люди продают их на вторичке их лежит у нас лежит их продают я не удивляюсь почему потому что ну блин на звук конченый в данном экземпляре точно было так я не хочу в там фирму сэндранс обиде великолепное устройство делать ну почему так ну не знаю в общем факт имеет место и и жарю я не удивлен что заказчик не отправил и говорит просто лежит не востребовано вот маленькая аккуратная со звуком лучше вот то сейчас но все выровнялось центр звучит как центр как подобает центрницу в чем его преимущество будет именно над своими собратьями то что и usb си разъем то что bluetooth нафиг бы он тут впал я не знаю но есть bluetooth кому-то пригодится вот ну и мощность чисто дозирована по выходам да она здесь есть нарекания на вот эти сэндранс и потому что они очень мощные и там чуть-чуть крутнул и уже оглох если случайный поворот колеса получился ты уже там офигел на чувствительных наушниках то здесь все так продозировано с 3.5 не баланс на выходе 130 милливатт хотя я не знаю 130 милливатт и подключить подключил веру мы сегодня планары офигенно играют просто круто очень круто звучат 130 милливатт но звучит очень очень круто даже на веру баланс здесь дает 360 милливатт звук отличается кстати баланс не баланс я как-то даже к не балансу ближе но это я я не говорю что он лучше звучит он немножко другой мне такое ощущение что на обычном не балансе 35 или 63 сцена как-то еще больше в глубину и шелонирование как-то правильнее получается то на балансе мне кажется что как-то глубина более схлопнута вот какая как или как-то приближены все к тебе вот в общем не такое впечатление сложилось но и там и там она поет устройство просто уже уже поет вот с 63 выхода 530 милливатт из вот этого но 3 4 4 пинового здесь в районе полутора ватт поэтому на все случаи жизни на все условия на все сценарии здесь все предусмотрено тут такой орех конечно есть когда но как по мнению в тему когда ты включаешь это устройство вот его включил и он начинает сразу искать bluetooth вот этот дупло конечно решение новых почему bluetooth и приходится клавишей input переключать ну понятно дело вот эти функциональные вклады в клавиши есть низкие высокие частоты которые никогда не надо использовать это вообще надо выбросить эти перемычки и смысле эти переключатели перемычками все закоротить но также как и регулятор гейна всегда включаешь режим х и евро и тоже в идеале обкусить это выключатель сделать перемычки чтобы без всяких потерь на этих ползунках ну потому что но арахидские переключатели реально вот эти переключения но потом они скажут арахидские они там начинают глючить со временем скрипеть трещать там в наушниках это просто не нужно вот образец как надо бы ну опять таки здесь есть хайлоу дополнительных тембров нет все должно быть просто легко и просто максимально сурово максимально короткий тракт моя без вся без всякой шелухи которая крадет тебе от душит звук вот все должно быть толстыми проводниками толстыми дорожками проведено и тогда ты услышишь разрешение динамику блин и информацию заложенную блин в файле музыкальном без всяких различных потерь вот в общем прикольное устройство в результате я с ним сегодня позалипал блин на 6 3 как-то вкладыши сегодня свои включил прям так растворился в этом звуке кайфану короче у кого есть желание присылайте я поработаю доработаю но а так что имеем то имеем все всем спасибо за просмотр такой блиц обзор получился переходите в описании к видео приходите в группу в телеграм канале мою ставьте лайки конечно подписывайтесь всем благодарен за поддержку за позитивный фидбэк на уликс мой заходите там есть ну такие наушнички там и по 300 по 400 гривен лежат которые на каждый день можно забирать и и на подарок кому-то кину действительно не стыдные вот заходите смотрите что там есть в общем обращайтесь за помощью если что-то надо всегда на связи всем пока